Район нулевой нулевой, глава 8, эпизод сновидений 2, Чарли Собака, Сеул, Южная Корея, эпизод 1, 14 фев, 2021 Ким не был тем ребенком убийцей, которого мы знали, какие бы химические вещества или гормоны не вводили ей северокорейские сумасшедшие ученые, чтобы вызвать ее метаморфоз, подходил к концу своего периода полураспада Большую часть времени она была в ярости и была агрессивна физически Она пыталась причинить вред себе и другим, кто приближался к ней Она была быстрой и сильной, больше походила на одичавшего ребенка с полным и полным пренебрежением к собственной безопасности или безопасности других Она кусалась и цараполосей, имитируя позу спящей собаки, свернулась клубочком в позе эмбриона Ее лицо увеличилось как минимум на 30% Ее тело увеличилось в мышечной массе, а длинные неприрученные волосы покрывали большую часть, если не все, ее лицо Еще у нее был мужской низкий голос Ее глаза были лишены цвета, ее сетчатка сливалась с ее глазными яблоками, не показывая отчетливого цвета, чтобы отличить их от чего-либо еще Она не говорила на человеческом языке Она издавала жуткие звенящие звуки, изо рта текла слюна каждый раз, когда она открывала его Ее мобильный был нашей первой остановкой Нашему отряду из шести человек была поручена работа с очень небольшой частью района 00 Другим отрядам было поручено обрабатывать оставшиеся жилые дома Первый лейтенант-герцог, четыре гражданских сановника, два бывших мэра из Исландии и два бывших конгрессмена из Гамби и я составили команду В следующие 12 часов мы намеревались оставаться целыми Из брифинга мы узнали, что жители округа 00 склоняются к убийствам Они были полностью психотиками, потеряли рассудок и превратились в буйных дикарей Среди жителей были мутировавшие бульдоги и другие существа, которых кто-то поймал в научных экспериментах Престижность тому, кто поймал этих существ Четверо сановников стояли примерно в 25 метрах от камеры Кима Их молчание означало, что они презирали Ким, они ненавидели всех пойманных существ Они ругали пасты ядерную среду и ненавидели все, что связано с Корейским полуостровом Один из них бросил в ребенка заплесневелый рогалик Он ударил ее по голове Она проснулась и сразу же пришла в неистоство Она закричала, протянув обе руки к четырем гражданским Мы с Джейми отступили и наблюдали Если бы Ким сбежала из камеры, она, несомненно, выследила бы любого, кто плохо с ней обращался, начиная с этих четверых Другой гражданский ткнул Ким в голову палкой, которую она носила в качестве оружия Ким поймала палку и выхватила ее у своего мучителя Ребенок широко размахивал им В следующие несколько минут мы с Джейми смотрели с недоверием Было очевидно, что норвежцы игнорируют положение Женевской конвенции, касающейся благополучия любого военнопленного Либо так, либо им было наплевать на правила и нормы Я схватил Джейми за плечо и удержал ее от вмешательства в защиту ребенка Я знаю, майор Сри, смотрите, слушайте и учитесь, сказал старший лейтенант Джейми Дьюк, повторяя мантру, которой я ее научил, когда она впервые пришла Один из штатских корчил Ким Роже Остальные трое засмеялись Это взбесило ребенка Она бросила в них палку Они пригнулись, засмеялись и указали на нее пальцами Ким закричала, хватаясь обеими руками за стальные прутья и яростно тряся ими, она хотела уйти Пришел начальник округа 00 с четырьмя помощниками Надзиратель Иоганн сыр был из Швеции Бывший генеральный прокурор Швеции, он был высоким, с пышной шевелюрой и большими очками Его четыре помощника были высокопоставленными лицами из ряда стран Смотритель сыр стоял, скрестив руки и хмуро смотрел на четырех высокопоставленных лиц, которые дразнили Ким Он ненадолго нахмурился, глядя на нас с Джейми, его прищуренные глаза давали понять, что мы, двое военнослужащих, также виновны, как и четверо гражданских, за то, что не вмешались в защиту ребенка Есть проблема Спросил надзиратель Сир Четверо штатских пассивно посмотрели на начальника тюрьмы, а затем отпустили его По крайней мере, они перестали дразнить Ким, которая в этот момент была в ярости Она кричала изо всех сил, скрипя зубами В уголках ее рта образовалась пена Она вела себя так, как будто была одержима бесом Надзиратель Сир и четверо мирных жителей бросили вызов друг другу, глядя на них, он пристально смотрел на них с презрением и наоборот Его четыре помощника, Джейми и я, стояли в тишине, желая, чтобы между ними произошла драка Фоновые звуки исходили от захваченных существ Кима, обвиняемых шпионов и тех, кто потерял рассудок Группа из четырех человек двинулась к своей следующей цели, совершенно не обратив внимания на запрос смотрителя Сира В следующей камере, в нескольких футах от Кимы слева, находилась одно из мутировавших существ Это не было похоже ни на одно домашнее животное, которое я когда-либо видел Возможно, до того, как он полностью мутировал, это было домашнее животное, возможно, домашний питомец, принадлежавший семье с маленькими детьми Как только он почувствовал угрозу, он перешел в режим полного нападения Он несколько раз бился головой остальные прутья, пытаясь выбраться У его черных глаз не было сетчатки Все глазное яблоко было такого же бледного цвета, большое и сферическое У него было четыре мускулистых ноги, и на конце каждой ноги были смертоносные когти длиной в несколько метров Все его тело и хвост были безволосами, а цвет тела был глубоким черным Его клыки и зубы были острыми, как лезвия бритвы Он укусил и пожевал металлические прутья настойчиво Мы с Джейми стояли за четырьмя высокопоставленными гражданскими лицами, которые стояли и смотрели с опаской Они действовали так, как если бы объект был черной чумой на четырех ногах Они презирали его вид, его звучание и запах Никто из нас не был влюблен ни в одно из захваченных существ Наша работа не заключалась в том, чтобы любить или не любить какое-либо существо, включая Ким Нашей задачей было проверить виновных Если преступники мертвы, мы должны были это записать Достаточно просто, это была самая простая из доступных задач Каждый отряд мечтал попасть на эту деталь Если отряд состоял из военнослужащих, то это была... Район 00, глава 8, эпизод сновидений 2, Чарли Собака, Сеул, Южная Корея, эпизод 1, 14 фев, 2021 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!